Следственный комитет России после убийства Андрея Карлова возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Группа специалистов из Москвы вылетит в Анкару уже сегодня. О совместном расследовании чудовищного преступления договорились Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Президент Турции позвонил российскому лидеру, чтобы выразить соболезнования. После Владимир Путин провел совещание с министром иностранных дел, директором службы внешней разведки и главой ФСБ. Президент подчеркнул, что убийство посла – это провокация, направленная на срыв, нормализацию российско-турецких отношений и мирного процесса в Сирии. Тем временем в самой Турции по делу об убийстве уже есть задержанные. Обо всем подробнее. Алексей Николаев. На допрос всю семью убийцы Андрея Карлова привезли люди в штатском, без сирен, стараясь не привлекать особого внимания. Известно, что все они сотрудничают со следствием, потому круг подозреваемых в причастности к атаке на российского посла только расширяется. В разработке у турецких оперативников еще двое предполагаемых сообщников Мевлюта Алтенташа. Одетый в костюм охранника, он расстрелял нашего дипломата в момент выступления на открытии фотовыставки. Мужчина не вызвал подозрений на входе. Он показал удостоверение сотрудника полиции, которым, как оказалось, действительно был, но только в прошлом. Нападавший Мевлют Мерт Алтенташ, 1994 года рождения, уроженец города Айдын. Он закончил полицейскую академию в Измире и два с половиной года служил в управлении спецназа полиции в Анкаре. А закончилась его карьера, по данным турецких спецслужб, после попытки госпереворота. Но выстрелить в спину российскому послу, судя по выкрикам, фанатика заставила месть за Алеппо. Это косвенно подтверждает версию о причастности убийцы к террористической группировке Джиппатан-Нусра. Но так это или нет, еще придется разобраться. Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджип Эрдоган во время телефонных переговоров договорились, что к расследованию убийства уже сегодня присоединятся оперативники из Москвы. Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют. Андрей Геннадьевич был и очень интеллигентным, мягким человеком, добрым. Знаю это не понаслышке, поскольку знаком с ним лично. И в течение моей последней командировки осенью этого года в Турцию он меня на протяжении всей поездки постоянно сопровождал. Андрей Карлов сопровождал Владимира Путина не только во время последней поездки в Турцию. Вот, кстати, как это было минувшей осенью. А это кадры, сделанные годом ранее, на саммите Большой 20-ки в Анталье. Пройдет еще 9 дней, и Андрей Карлов окажется на передовой кризиса в отношениях Москвы и Анкары, когда собьют наш бомбардировщик Су-24. В нормализации российско-турецких отношений посол сыграл далеко не последнюю роль – дипломатическая закалка. Ведь до этого Карлов работал в одной из самых закрытых стран мира – в Северной Корее. По его стопам, кстати, пошел и единственный Сан-Геннадий, который сейчас работает в Пхеньяне. Новость о гибели отца застала его в командировке. Жена Андрея Карлова сейчас с инфарктом в больнице. В этот вечер она была вместе с мужем на выставке. Покушение шокировало весь мир. Я глубоко обеспокоен новостями об этом трусливом нападении на российского дипломата Андрея Карлова. Такой поступок не может быть оправдан. Будущий хозяин Белого дома Трамп и президент Франции Алант, глава европейской дипломатии Магерине и генсек НАТО Столтенберг, министр иностранных дел Германии, Австрии и Великобритании – буквально все называют это нападение трусливым. Я от лица Франции осуждаю это ужасное преступление и хочу выразить наши соболезнования Российской Федерации и семье посла. Мы должны бороться против всех форм насилия и терроризма. В Совбезе ООН уже назвали произошедший терактом. В самой же Турции много говорят о том, что покушение на Карлова – это преступление не только против России. Я самым резким образом осуждаю убийство российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Это открытая провокация, цель которой – навредить вышедшим на этап нормализации отношениям Турции и России. У главы турецкого МИДа будет возможность принести соболезнования лично. На сегодняшней российско-иранно-турецкой встрече по Сирии в Москве дипломаты сразу заявили, что отменять ее не собираются. На этой встрече мы примем меры, которые сделают невозможным реализацию тех планов, которые вынашивали заказчики и организаторы этого преступления. Владимир Путин распорядился усилить охрану наших посольств не только в Турции, но и в других странах. Этому примеру последовали и США, чье дипломатическое ведомство в Анкаре находится прямо напротив галереи, где убили Андрея Карлова. Этой ночью там сами чуть не стали жертвами атаки вооруженного преступника. Он пытался прорваться в здание, но был нейтрализован. Алексей Николаев и Мария Михнеевич, Первый канал.